Мне очень радостно и одновременно очень волнительно сегодня выступать на такой замечательной конференции. И мой доклад будет посвящен дифференциальной диагностике аденомы рака околочитовидных желез. Рак околочитовидной железы достаточно редкий, высокоагрессивный тип эндокринного рака с частотой встречаемости, имея ни одного случая на 1 миллион населения. В 0,5% случаев именно рак околочитовидной железы является причиной развития первичного гиперпаратериоза. Описаны случаи рака околочитовидных желез как у пациентов с вторичным, так и с третичным гиперпаратериозом, которые страдают хронической болезнью почек и находятся на программном гемодиализе. Рак околочитовидной железы может встречаться как спорадически, так и в рамках генетических синдромов, таких как гиперпаратериоз с опухой челюсти, синдрома множественной эндокринной неоплазии 1-2 типа, а также синдром изолированного семейного гиперпаратериоза. В большинстве случаев спорадические карциномы околочитовидной железы обусловлены инактивирующей мутацией гена CDC73, кодирующего белок парафибромин. В 18% при раке околочитовидной железы обнаруживается мутация в гении ПРУН-2. К сожалению, установка диагноза рака околочитовидной железы до операции имеет основополагающее значение, поскольку должна повлиять на тактику и объем оперативного лечения. Ввиду того, что рак околочитовидной железы и его метастазы нечувствительны к стандартным схемам химо- и лучевой терапии, а таргентная терапия и иммунотерапия недоступны широким массам, то основным видом лечения остается расширенная операция в объеме удаления опухоли околочитовидной железы единым блоком с прилежащей долей щитовидной железы, перешейком щитовидной железы, а также выполнение центральной лимфодиссекции. При нерадикальном хирургическом лечении в два раза возрастает риск рецидива. На сегодняшний день в мировой литературе имеются два документа. Это клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по первичному гиперпаратериозу 2016 года, а также клинические рекомендации Ассоциации эндокринных хирургов США, обобщающие опыт диагностики и лечения рака околочитовидной железы. Впервые ТНМ-классификация рака околочитовидной железы была опубликована в 2017 году в 8-м издании классификации Американского объединённого комитета по раку. При этом хочется отметить, что до сих пор не существует единой общепризнанной системы стадирования этих опухолей. И это отчасти обусловлено тем, что относительно факторов прогноза рака околочитовидной железы нет полной ясности. И поэтому авторы опубликовали данную рабочую классификацию с рекомендациями протоколировать специфичные различия опухолей и дальше в дальнейшем планируют их обобщить и создать в будущем официальную систему стадирования. Первичный гиперпаратериоз следствует доброкачественной патологии околочитовидной железы. В четыре первичном гиперпаратериозе следствует доброкачественной патологии околочитовидной желез в четыре раза чаще страдают женщины. И пик заболеваемости приходится на первую декаду после наступления менопаузы. А вот раком околочитовидной железы одинаково часто страдают как мужчины, так и женщины. И чаще заболевание выявляется в возрасте до 50 лет. При сборе анамнеза клинициста должны насторожить следующие факты наличия у пациента синдромов МЭН у пациента или у ближайших родственников, наличие первичного гиперпаратериоза у ближайших родственников, рецидивирующие течения первичного гиперпаратериоза. Также клиницист должен насторожить тот факт, что первичный гиперпаратериоз пациента манифестирован гиперкалицемическим кризом, крайне редким, но крайне тяжелым осложнением с летальностью более 50%. Кроме того, хочется отметить, что на этапе постановки диагноза у третьих пациентов уже имеются локальные или отдаленные метастазы. В связи с внедрением определения уровня кальция в крови в рутинную клиническую практику на сегодняшнее время основная часть пациентов европейских стран, Америки, она рано диагностируется и имеет минимальные клинические проявления. В России, к сожалению, до 2000-х годов чаще выявляли манифестные формы заболевания. Я имею в виду манифестные формы первичного гиперпаратериоза, однако со временем ситуация улучшается, что не может не радовать. В отличие от доброкачественной патологии околощитовидных желез, пациенты, страдающие раком околощитовидной железы, имеют более выраженные костные и висцеральные проявления, которые диагностируются у большей части пациентов. При этом пропальпировать опухоль околощитовидной железы на шее возможно практически у 70% пациентов, что невозможно при доброкачественной патологии околощитовидной железы. Часто пациенты жалуются на чувства инородного тела в области шеи, осиплость или охриплость голоса, что связано с давлением или прорастанием опухоли или у возвратного гортанного нерва. И этот момент актуален как для функционирующих, так и для нефункционирующих раков околощитовидной железы. И в 2-7% случаев первичный гиперпаратириоз может иметь бессимптомное течение. У больных раком околощитовидной железы на первый план выступают симптомы тяжелой гиперкальцемии. Есть определенная корреляция. То есть чем выраженнее гиперкальцемия, тем выраженнее ее симптомы. К симптомам гиперкальцемии относятся полидипсия, полиурия, прогрессирующая почечная недостаточность, нарушение ритма сердца, возможно также развитие острого коронального синдрома. У пациентов могут встречаться нарушения сознания вплоть до комы, а также характерно поражение желудка 12-перстной кишки. Вовлечение скелета также часто встречается у пациентов с раком околощитовидной железы и более выражено, нежели у пациентов с аденомом или гиперплазиями околощитовидных желез. На данном слайде мы представляем собственные клинические наблюдения. Это два пациента. Первый пациент 81-го года рождения. У него был диагностирован рак околощитовидной железы. И по первому снимку, это рентгенография органов горной клетки, здесь представлена гиперпартериоидная остеодистрофия 5-6 ребра. Рентгенография костей голени и компьютерная томография шейного отдела позвоночника принадлежат другой пациентке. Здесь уже мы наблюдаем метастазы рака околощитовидной железы в косте голени и в тело 5-го шейного позвонка. Можем ли мы заподозрить диагноз рак околощитовидной железы при лабораторной диагностике? Да, это возможно. Для рака околощитовидной железы характерно значительное повышение парагармона в 3 и более раз относительно верхней границы нормы. Характерно высокая гиперкальцимия, то есть кальций более 3 ммоль на литр – это патогноманичный признак у пациентов с раком околощитовидной железы. Гипофосфатемия более выражена, чем при аденомах околощитовидных желез, а также имеют место высокие уровни щелочной фосфатазы. Инструментальная диагностика является такая, как ультразвуковое исследование, и сцентография являются методами топической диагностики при первичном гиперпаратириозе. Однако на этапе топической диагностики мы тоже можем заподозрить рак околощитовидной железы. К возможным предикторам относятся линейный размер образования более 3 см. Это данные наших иностранных коллег. По данным Натальи Георгиевны Мокрышевой объем образования больше 6 кубических сантиметров увеличивает риск раку околощитовидной железы в 3 раза. Также врача лучевой диагностики должны насторожить кетерогенная экоструктура, неправильная форма образования, нечеткие неровные контуры, кистозная дегенерация, хальцинаты и инвазия в окружающие структуры. Кроме того, ультразвуковая диагностика эффективна при поиске локорегиональных метастазов. И на представленном фото мы опять-таки демонстрируем наше собственное наблюдение. Это пациент 81-го года рождения. У него случился рецидив после первичной операции через 3 года. И по данным УЗИ органов шеи были выявлены метастазы рака в лимфатические узлы. Стенциграфия околощитовидной железы – это метод также топической диагностики. И большинству клиенцистов ходится во мнении, что стенциграфия околощитовидных желез не может четко дифференцировать доброкачественный и злокачественный характер поражения опухоли околощитовидных желез. Однако в литературе мы нашли данные, что, возможно, более высокая степень захвата и медленное вымывание радиофармапрепарата, стекнеция, оно более патомонично для карцином, нежели для аденома околощитовидных желез. И в совокупности с другими клинико-лабораторными данными, такими как возраст пациента старше 40 лет и высокий уровень парад гормона, чувствительность достигает 100% с высокими цифрами специфичности и точности. Кроме того, стенциграфия применима при поиске метастазов рака околощитовидных желез, локальных метастазов, а также эффективно в топической диагностике и к топически расположенных опухоли околощитовидной железы. Что касается вопроса тонкоигольно-аспирационной биопсии при подозрении на злокачественную опухоли околощитовидной железы, ее не рекомендуется выполнять, поскольку имеются значительные трудности в интерпретации материала, поскольку значительно повышается риск рупцевания, что в дальнейшем будет усложнять работу хирургам и гистологам, когда они будут интерпретировать удаленный препарат. Кроме того, есть риск распространения злокачественных клеток околощитовидной железы по ходу функционного канала. И, как уже говорили в предыдущем докладе, повышается риск развития паротерматоза. Рентгеновская компьютерная томография. К выполнению рентгеновской компьютерной томографии шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением будут являться следующие показания. Это уточнение локализации околощитовидной железы и степени вази в окружающей ткани, также увлечение лимфатических узлов и наличие местных и отдаленных метастазов. На данном слайде мы также демонстрируем собственное наблюдение. Это пациентка с 1974 года рождения. Через полтора года после удаления первичной опухоли околощитовидной железы, которая была впоследствии грифицирована как рак околощитовидной железы, у нее случился рецидив первичного гиперпаратериоза. И по данным рентгеновской компьютерной томографии был выявлен метастаз рака околощитовидной железы в первом сегменте верхней доли правого легкого. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография с 18-городиоксиглюкозой также может применяться в инструментальной диагностике рака околощитовидной железы с целью определения возможной топики образования, с целью уточнения наличия локальных и отдаленных метастазов и если мы подозреваем полиголомбулярный характер положения околощитовидных желез. На данном слайде представлена позитронно-эмиссионная коммография этой же пациентки, пациентки С, 74-го года рождения. Здесь мы наблюдаем множественные метастазы рака околощитовидной железы в косте и хочу подчеркнуть, что эти метастазы мы верифицировали гистологически. К сожалению, даже в профильных учреждениях с опытными паратериодными хирургами до 86% случаев рака околощитовидной железы на этапе операции ложно расценивается как доброкачественная патология околощитовидной железы. Поэтому необходимо обращать внимание на такие признаки, как размер образования более 3 см, дольчатость образования, его плотность, инвазия в окружающей ткани, поражение шейных лимфоузлов. До 3 пациентов с раком околощитовидной железы имеют мультиландуриарное поражение околощитовидных желез. И вторая и последующие опухоли чаще имеют доброкачественный характер. Это тоже необходимо помнить и при возможности выполнять ревизию оставшихся околощитовидных желез. Гистологическое исследование является наиболее важным этапом в дифференциальной диагностике рака и аденомоколощитовидных желез. И до недавнего времени широко использовались критерии шанса Кастельмана. Это торбикулярное строение, наличие фигур метозов, широкие фиброзные тяжи и инвазия капсулы кровеносных сосудов. Однако в последующем было выявлено, что первые три пункта могут встречаться как в аденомах, так и в атипических аденомах. И поэтому критерии были пересмотрены уже экспертами Всемирной организации здравоохранения в 2017 году. И теперь диагноз рака околощитовидной железы может быть выставлен на основании инвазивного роста опухоли и наличии местных или отдаленных метастазов. Иммуногистохимическое исследование является важным помощником в диагностике рака околощитовидной железы. И здесь на первый план выступает потеря ядерной экспрессии парафибромина. Парафибромин – это ядерный белок субпрессора опухолевого роста. И в зависимости от качества реагентов и в зависимости от техники выполнения окраски на антитела к парафибромину чувствительность и специфичность варьируют, но, однако, достигают достаточно высоких цифр. Таким образом, прогноз при раке околощитовидной железы зависит от распространенности заболевания и радикальности первого оперативного вмешательства. Дооперационная диагностика остается сложным вопросом в клинической практике. И так как отсутствует единый универсальный предиктор рака околощитовидной железы, для дифференциальной диагностики рака и аденома околощитовидной железы необходимо применять комплекс клиника лабораторно-инструментальных методов исследования. И такие пациенты требуют, конечно же, работы мультидисциплинарной команды с участием эндокринологов, врачей, учебодиагностики, онкологов, урологов, травматологов и так далее. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова